Страны ЕС достигли компромисса в введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине предоставила промежуточную информацию о предполагаемых военных преступлениях России. Диппредставительства Украины в разных странах получают посылки с останками животных. Киев говорит об организованной против него кампании запугивания и террора. На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. Определились все пары 1-8 финала. Страны ЕС достигли компромисса в введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садес. Польша оставалась единственной страной Евросоюза, которая блокировала введение потолка цен, требуя сделать его еще более низким. До начала российского вторжения в Украину Евросоюз получал 29% нефти из РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть. Шестеро мужчин и девушка, тела которых были эксгумированы в селе Правдина под Херсоном, были предположительно казнены российскими военными. Прокурор Украины Константин Подоляк заявил, что некоторые из погибших были убиты выстрелами в голову. Руки у них оказались связаны сзади. Их обнаружили в то время, как независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине предоставила свою промежуточную информацию о предполагаемых военных преступлениях России. Комиссия, конечно же, собрала новые доказательства. В настоящее время они сопоставляются с другими уликами. Это сложный и трудоемкий процесс. В своем первом сентябре телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шульцем президент России Владимир Путин назвал ракетные обстрелы украинской инфраструктуры вынужденной реакцией на предполагаемые атаки Украины на Крым. Поставки оружия Киева он назвал деструктивной линией. Министерство обороны РФ обнародовало новые видеоматериалы действий своих войск, утверждая, что они сделаны в Украине. Украинские посольства и консульства в шести странах Европы получили по почте пакеты с останками животных. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. Так, консульства в чешском городе Бурно и соседний детский сад были эвакуированы после получения одной такой посылки. Представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что в ней находились глаза животных. В Киеве считают, что все это делается в рамках хорошо спланированной и организованной кампании террора и запугивания. Посылки с глазами животных также отправлялись в украинские диппредставительства в Польше, Венгрии, Хорватии, Италии и Нидерландах. Пакет со взрывным устройством, отправленный в посольство Украины в Мадриде, загорелся при вскрытии в среду, в результате чего пострадал сотрудник. Посол Украины в Ватикане Андрей Юрош заявил, что в четверг днем вход в его резиденцию в Риме подвергся вандализму. Радиоведущий конспиролог Алекс Джонс подал заявление о банкротстве. На данный шаг он пошел после того, как суд обязал мужчину выплатить полтора миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб семьям жертв стрельбы в школе Сэнди Хук. Трагедия, разыгравшаяся 10 лет назад, унесла жизни 27 человек, в том числе 20 детей. Джонс долгое время утверждал, что стрельба была инсценировкой, устроенной ради того, чтобы ужесточить законы о владении оружием, а родителей погибших детей он называл актерами. Адвокат родственников погибших заявил, что банкротство не сработает. На стадиум 974 в Дохе прошел матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встретились соперники по группе «Ж» сборной Сербии и Швейцарии. Сербы вели в счете, но в итоге проиграли 2-3. В другом матче группы «Ж» футболисты Камеруна одержали победу над сборной Бразилии 1-0, но не вышли в плей-офф. На групповом этапе бразильцы не проигрывали на протяжении 17 матчей, что было рекордом чемпионата мира. Но и теперь, несмотря на поражение, они с шестью очками возглавили группу «Ж». Швейцария вышла в 1-8 финала со второго места. В группе «Ж» сборная Португалии потерпела поражение от Южной Кореи 1-0, но португальцы забронировали себе место в плей-офф еще перед последним туром. А в сборную «Ругвай», одержав победу над футболистами Ганы, впервые с 2002 года не вышла в плей-офф чемпионата мира. Южная Корея обошла ее по разнице мячей. В первых матчах 1-8 финала в эту субботу Аргентина встретится с Австралией, а Нидерланды – США.